Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Еще немного, еще чуть-чуть. Культурная жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло. Новая волна безработицы. Введенные ограничительные меры вновь лишают израильтян заработка. За мир, разоружение, безопасность и сотрудничество. Паугушское движение ученых. В Москве впервые с апреля месяца зафиксировали менее 600 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, столица передвинулась на 39-е место среди субъектов Российской Федерации по числу выявления больных. Жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло. Так, 1 августа московские театры вновь откроют свои двери для посетителей. Однако, количество зрителей будет сокращено вдвое. В Подмосковье с 15 июля вернутся к работе учреждения социального обслуживания, в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления. Культурные учреждения возобновят деятельность частично. Для них сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, кинопоказов и спектаклей в закрытых помещениях. Помимо этого откроются пляжи, аттракционы, летние кинотеатры в парках и школьные лагеря. Начиная с 25 июля в полном объеме заработают кафе и рестораны. Возобновится прием наличных в общественном транспорте. А с 1 августа разрешено открытие образовательных учреждений, гостиниц и санаторно-курортных организаций. Также станут доступны выставки и конгрессы. В первую неделю июля в Израиле выявили больше случаев заражения коронавирусом, чем за весь июнь. В общей сложности в стране зарегистрировано 14 993 носителя вируса в активной стадии заболевания. При этом 118 из них находятся в тяжелом состоянии. Власти решили расширить список городов, в которых собираются ввести карантин. Служба тыла уже начала подготовку к развертыванию специального логического центра, в котором будут формироваться продуктовые наборы, которые Цахал планирует развозить по домам. В комплект войдут рыбные и овощные консервы, булгур, овсяные хлопья, кускус, фасоль, горох, молоко в упаковках длительного хранения, мед, сахар, растительное масло, тхина, чай, кофе, яйца и туалетная бумага. Для перевозки и распределения продуктовых наборов служба тыла направила около тысячи военнослужащих, которые ранее работали в Бнейбраке и других районах ограниченного доступа во время карантина. Израиль передал лидерам Хамаса новые предложения по обмену пленных на заключенных. Напомню, что террористическая организация удерживает в Газе тела капитана Адара Гольдина и сержанта Аарона Шауля, которые были захвачены в 2014 году во время операции «Нерушимая скала», а также выходца из Эфиопии Авера Мингисту и бедуина Хишама Асаида. Хамас пока не дал ответа на израильские предложения, но известно, что в Газе продолжают настаивать на том, чтобы Израиль отпустил всех палестинских заключенных, которые были освобождены по сделке Шалита, но затем вновь задержаны. Уровень безработицы в Израиле растет и скоро превысит миллион человек. Новые ограничения, введенные правительством 6 июля, увеличили число нетрудоустроенных граждан как минимум на 10%. Так, в ресторанном бизнесе и сфере развлечений работу потеряли уже 150 тысяч человек, но теперь их число возрастет еще на 80 тысяч. Также в неоплачиваемый отпуск будут отправлены 140 тысяч работников тренажерных залов и плавательных бассейнов. Наиболее тяжелым положением оказалась сфера культуры. С начала эпидемии большинство артистов и музыкантов не получали никакой помощи от государства. Израиль судится с автомобильными концернами Volkswagen и Audi. Государственная прокуратура подала иск в окружной суд Тель-Авива в связи с их участием в деле, получившем название Dieselgate. Государство обвиняет компании в том, что программное обеспечение их автомобилей занижало данные о концентрации вредных выбросов дизельных двигателей. Этим был нанесен вред Израилю и проводимой в стране политики по снижению выбросов загрязняющих веществ. Всего на святую землю поступило 12 тысяч таких машин. Стоимость ущерба составила не менее 400 миллионов шекелей. Кроме того, в иске содержится требование штрафных санкций в размере 120 миллионов шекелей. Израильская разведслужба МОСАД сорвала план Ирана атаковать дипломатические миссии Израиля в Европе и по всему миру. По оценкам разведки, приписываемая Израилю атака на ядерный объект в Иране, которая произошла на прошлой неделе, затормозила ядерную программу исламского государства на несколько месяцев. Звукозаписывающая компания Melody выпускает цифровой альбом Владимира Ашкенази. В него войдут фортепианный концерт Чайковского и камерные ансамбли Шумана и Бартака. Все записи были сделаны до отъезда пианиста из СССР. В 1963 году Владимир Ашкенази стал первым и единственным советским музыкантом, получившим открытую визу. Ему предоставили возможность свободного въезда и выезда из СССР. Уже после решения остаться в Англии весной 1963 года по негласной договоренности пианист вернулся в Москву для прощальной серии концертов и записей. С 1969 года Ашкенази с семьей переехал в Исландию, где начал карьеру дирижера. До января 2020 года он много гастролировал. Ровно 65 лет назад, 9 июля, несколько ученых-пацифистов объединились, чтобы возглавить кампанию за ядерное разоружение. За манифест команда взяла переписку физика Альберта Эйнштейна с философом Бертоном Расселом. Тогда мир был на пороге ядерной войны. Как на мирный исход царившего тогда напряжение повлияло паугушское движение ученых, расскажет Наталья Кравченко. 1 марта 1954 года. Японская рыболовецкая шхуна «Счастливый дракон» держит курс в родной порт яицу. Из-за потери части лова она немного отклонилась от курса и оказалась в 100 километрах от атолла Бикини, который входил в состав Маршаловых островов. В 5 утра горизонт озарило ослепительное зарево. США взорвали водороги. Мощность при испытании была эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Спустя полгода скончался радист экипажа Алькити Кубаяма. Его принято считать первой жертвой водородной бомбы. Затем умерли остальные моряки. У них обнаружили лучевую болезнь. Случившееся напугало весь мир. Несколько ученых решили выступить с протестом против испытаний термоядерного оружия на атолле. Так появилось паугушское движение. Его членами стали 11 человек, включая Альберта Эйнштейна и Бертрана Рассела. Генеральным секретарем стал английский физик Джозеф Ротблат, родившийся в семье польских евреев. К 50-м годам он успел разочароваться в науке. Во время Второй мировой войны Ротблат работал над созданием атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта. Когда стало понятно, что Германия гонка вооружения проиграет, Ротблат покинул проект. И единственный из всех ученых, кто сделал это до испытания атомной бомбы в июле 45-го, всего за пару недель до бомбардировки Хиросимы Нагасаки. Козжон писал, уничтожение Хиросимы показалось мне актом безответственности и варварства. Я был вне себя от гнева. Мы достигли той стадии войны, когда применимо ядерное оружие, человечество могло бы исчезнуть с лица земли. С тех пор его научная жизнь была связана исключительно с мирными исследованиями. Он вернулся в Лондон, где занимался изысканиями в области медицинской физики в госпитале святого Парфоломея, а потом стал активистом движения против использования ядерной энергии в военных целях. Работа над оружием массового уничтожения противоречила моим научным идеалам. Я не хотел заниматься наукой, которая приносит разрушение. Я хотел заниматься наукой, которая помогает людям. Погожское научное общество помогло разработать ряд законов, включая договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, документ известен также, как Московский договор, договор о нераспространении ядерного оружия и договор об ограничении систем противоракетной обороны. Благодаря этим документам начался процесс ядерного разоружения. В итоге мир стал безопасней. В 1995 году Погожское движение и его сооснователь Джозеф Ротблат получили Нобелевскую премию мира. Впоследствии ученый публично осуждал Израиль за нежелание подписывать договор о нераспространении ядерного оружия и отстаивал необходимость создания своего рода кятли Гиппократа для ученых. Сегодня Погожское движение озадачено больше не спасением мира, а разработкой подходов к контролю над вооружениями. Но, возможно, благодаря тому, что Госпожское ученых в середине прошлого века решило отстаивать свои идеалы, мы живы сегодня. Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи!